И всем привет, ребят! С вами Сарбаньки, и сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен нашим грядущим обновлениям, а именно их анонсу. Сегодня у нас четверг, и это значит, что уже завтра, наконец-таки, в игре что-то у нас изменится в балансе. Появляются также новые ультра-уикенд, ну и есть глобальные изменения в контейнерах. Спустя год после ввода осколков у нас есть изменения в этом компоненте. Изначально давайте пройдемся по ультра-уикенду, и затем уже перейдем к списку обновлений, потому что список обновлений довольно обширный, там есть о чем поговорить, но здесь все будет, я думаю, максимально дефолтно. Как всегда у нас с завтрашнего дня, с пятницы 14 января по воскресенье непосредственно, либо понедельника рестарт 17 января, будет в игре ультра-уикенд, будет продаваться ультра-контейнеры, будет продаваться коин-боксы, я так понимаю. Здесь, кстати, про них написано, не написано, не вижу, но должны быть, по идее. Как всегда, конечно же, у нас повышенные фонды, повышенный получаемый опыт в матчмейкинговых боях, появляется спецрежим васпожиги в захвате флага на полигоне. Не скажу, что это самый лучший формат для васпожиги, да, все-таки в моем понимании васпожига больше подходит, конечно же, ЦП на полигоне. Посмотрим, что будет в CTF, но я думаю, что ее мы катать, скорее всего, не будем. Появляются также, конечно же, супермиссии, появляется в ультра-контейнерах новое устройство на Twins, которое называется тектоническая плазма. Это устройство, которое оглушает противника. 7 ультра-контейнеров со всех супермиссий, ну и здесь по дефолту на каждой пушке, да, в зависимости от того, к чему она принадлежит. Ближний бой, средний бой, дальнобой и еще пачка дальнобоев, да, то есть здесь даже не дальнобой, а это, получается, можно так сказать, сплэш пушки, да, смоку, если мы будем считать как сплэш пушку, а здесь уже полностью дальнобойный. Хотя вот если бы здесь, например, Magnum был бы вот тут, а смока тут, было бы более правильно. Ну ладно, окей. Появляются также два специальных предложения, ну, довольно стандартные, дефолтные, плюс большой спецпак за 20200 ультра-контов. Если вспомнить, что у нас было в новогодних праздниках, там было 150-ка, поэтому здесь, ну, более-менее нормально. Хотя нужно понимать, что мы видели 300 ультра-контейнеров, соответственно, ну, как-то, ну, не самое крутое, наверное, что могло бы быть в этом плане. Двойные фонды я сказал, ну и, понятное дело, что билборды и вся вот эта вот тематическая штучка у нас завтра будет. Ну, а теперь переходим уже к самому интересному, к чему, чего я лично ждал. И я ждал, скажу сразу, намного большего увидеть здесь. И, как по мне, изменений, как таковых в балансе довольно мало, но есть очень интересные изменения с контейнерами, о которых мы пройдемся и пройдемся, я думаю, что довольно-таки подробно. В ультра-контейнерах сначала, как я уже сказал, добавлено новое устройство на Twins. Дальше у нас добавлена индикация перезарядки в подсветке цели. Когда пушка перезаряжается, цель приобретает оранжевый контур, поменяли цвет, я так понимаю, да? Ну и вот изменения в контейнерах, изменения в стандартных контах. Теперь по свечениям есть следующие проценты. Не знаю, какие проценты были до этого момента, да? Но если, например, сравнивать эти проценты с обычных контейнеров и ультра-контейнеров, то в ультра-контейнерах здесь как раз-таки этот шанс больше. И смотрите, самое, что интересное, это то, что белое свечение здесь шанс 50%, в ультра-контейнерах белое свечение шанс меньше 1%. То есть плохого дропа с контейнеров вам будет падать намного-намного меньше завтрашнего дня. Также с обычных контейнеров убраны золотые ящики, премиум аккаунт, скины и наборы из всех припасов. Добавлены легендарные устройства для пушек, ранее доступные только в ультра-контейнерах. Добавлены эффекты выстрелов и краски, ранее доступные только в ультра-контейнерах или челленджах. Добавлены пушки МК-1, корпуса МК-1 и дроны, за исключением дрона Брут и Кризис. Теперь из контейнеров можно будет полноценно выбивать пушки корпуса. МК-1 модификации. Ну, не знаю, насколько это правильно, что мне, например, с контейнеров упадет мой шафт. Но, например, условные дроны, это интересно. А, за исключением дронов. А, ну-то да. А, за исключением Брута и Кризиса. То есть, ну да, тоже интересно то, что дроны можно будет здесь выбить. Ну и написано то, что красное свечение теперь в обычных контейнерах падать не будет. То есть, обычные контейнеры теперь рассчитаны только на получение пушек дронов. Да, ну и кристаллов как таковых. Да, то есть, потому что золотые ящики вы теперь не сможете выбить. Премиум аккаунт не сможете выбить. Скины не сможете. И наборы из всех припасов. Да, то есть, соответственно, я так понимаю, что только по отдельности. Да, наборы всех припасов. Значит, по отдельности сможете только выбивать там расходку в белом свечении. Спустя целый год. Спустя целый год мы пришли к этому. Я считаю, что, ну, наверное, это надо было делать раньше. Все-таки это лютейшая формилка, которая была с обычных контейнеров. При том, что на постоянной основе ты их мог получать довольно в большом количестве. Но такие изменения, в принципе, плохо скажутся только в том, что ты не сможешь теперь с обычных контейнеров получить премиум аккаунт. Вот, например, как у меня был аккаунт с бездонатом. У меня там не будет премки. И, да, и как его качать, я не знаю, честно. Да, то есть, вот если бы я бы заново прокачивал без премки, аккаунт, но это было бы очень долго, тяжело, сложно. И формилка была бы очень тяжелая. Поэтому будем следить за этими изменениями. Но такая обнова спорная. Обнова спорная вот именно с обычными контейнерами. Но это все направлено к тому, чтобы ультраконтейнеры ценились больше. И здесь есть вот эта вот замечательная вещь. Но также написано, что обновленные стандартные контейнеры теперь легче получить. И из них можно будет выбить новые устройства для пушек после того, как они завершат свой дебют в ультраконтейнерах. То есть, устройство, да, то есть, гараж выбивать вы сможете. Особая миссия на получение следующего звания, включая легенду, приносит один контейнер. Любая миссия на получение звания дает один контейнер вместо 40 тысяч кристаллов. Ежедневная особая миссия премиум аккаунта теперь приносит один контейнер вместо кристаллов и припасов. В призах ежедневных стандартных миссий кристаллы и припасы заменены на один контейнер. А, то есть, короче, контейнеры обычные теперь будут фармиться значительно-значительно больше. Но дроп хуже. Ну и вот этот вот, конечно, пунктик. Один контейнер на 40 тысяч кри. Это жестко. Это жестко. Это очень жестко. Это габела. Была очень лютая фармилка. Завтрашнего дня этой фармилки не будет. Не будет. Изменения в ультраконтейнерах. Обновленные вероятности получения предметов. Здесь я как бы сказал, что вероятность хороших свечений больше. Да, но все равно, да, как бы экзотическая меньше 1%. Таким образом, вероятность получить ценные предметы из ультраконтейнеров в два раза выше, чем из стандартных контейнеров. В категории экзотик находятся временные предметы, доступные в текущем ивенте. Например, новые устройства, скины и вооружения. Ну, вот так вот. Ну, вот так вот, что я могу сказать. Отключено накопление шардов от времени. Это что такое? Вот этот момент, если честно, я не понял. Мы отказались от наших планов по развитию механики шардов в пользу выдачи большего числа контейнеров, получаемый ежедневно контейнером. Мы компенсировали возможностью зарабатывать контейнеры прямо с ежедневных заданий. Аааа, шарды! Шарды это замечательные осколки. Это осколки, да, я так понимаю? Шарды. Они убирают осколки навсегда, с завтрашнего дня? Если я правильно понял, то да, осколков больше не будет. Ну, это очень-очень интересно. Спустя год они поняли, что это жесткая формилка. И то, что ее надо занерфить. Ежедневная особая миссия. Особая ежедневная, да. Приносит один контейнер в призах ежедневных стандартных миссий, кристаллы и припасы заменены на один контейнер. Короче, все, да, я понял. Я понял, да. Ну, такое, такое. Год поформили! А теперь как забыть это все дело? Сложновато будет. Очень сложновато будет это все забыть. Ну, как есть, так и есть. Огнемет! Что у нас тут с пушками? С двумя ближнебойными пушками, если вкратце пройтись. Изменения в повышении урона, в нерфе критического урона, и что в одной, что во второй пушке. И также дальность максимального поражения уменьшена, что на одной, что на второй пушке, приравнена к одинаковому расстоянию. И я бы сказал, что это, ну, плюс-минус будет то же самое. Даже больше, я бы сказал, что это нерф. Но это надо тестировать, надо смотреть, и там уже будет видно, что с этим делом будет происходить. По Тесле все шариковые новые устройства занерфлены, и они наносят меньший урон от своей шаровой молнии. Это правильная обнова, все же Тесла с этими шарами сейчас очень и очень сильная. Страйкер, обездвиживающая буговая головка, устройство, которое оглушает, теперь обездвиживает цель не на 2 секунды, а на 0,5 секунды. Перезарядка при этом быстрее, но 0,5 секунды, это уже, я думаю, что не так сильно будет бесить, например, меня, который, ну, бывает, попадает против стрим-снайперов, которые начинают кошмарить вот этим замечательным устройством. Паладин, нерф есть, но он очень и очень слабый, защита от критического урона во время действия овердрайва отключена. То есть теперь, если даже у вас есть овердрайв, и вам какая-то пушка наносит пробитие, то она будет даже пробивать под вашим действующим овердрайвом. Написано, что это было по задумке, чтобы овердрайв паладина пробивался овердрайвом Крусейдера. Ну и также, понятное дело, что сможет пробить овердрайв Харька. Устройство для корпусов, устройство облегчения корпуса и утяжеления теперь стоит 245 тысяч кристаллов, вместо 400-990 танкойнов. Кулдаун на смену вооружения увеличен с 7 до 8 минут. Ну и здесь изменения в пробитвах, то, что открывается созвание сержанта, и добавлены новые форматы, поэтому я думаю, что уже завтра в видеоблоге будет информация вот по этому поводу. Это изменения сделаны для киберспорта. Оставлен только формат ХРВР, удалены форматы дикорельсы, хоререльсы и воспорельсы по отдельности. Обновлены цены в магазине для некоторых регионов. Тоже будет интересно на это посмотреть. Ну, в общем и целом, если так подвести итог, да, я, конечно, здесь уже растянул очень много по всему этому делу. Скажу, что изменения в контейнерах очень интересны. И я, дабы не совершить ошибку и не увидеть завтра, что мне, например, контейнеры не состарят, сделаю так, что они как бы перейдут в новый, да, в сети имеющиеся. Я сегодня на всякий случай открою все контейнеры, которые имеются у меня на аккаунтах, поэтому сегодня вечером приходите на стрим. Сегодня будет у нас очень масштабное открытие контейнеров. В сумме у меня где-то около полутора, наверное, тысячи контейнеров имеется, если все вместе сложить. На основе я открывать не буду, там как раз-таки проверим. Все-таки, ну, с одной стороны могут состарить, с другой стороны могут не состарить. На основе я все-таки говорил, что я полторушку коплю и тратить их не буду, поэтому на основе оставляю, на всех других аккаунтах мы сегодня открытие произведем. Пишите, что вы думаете по этому поводу, пишите, что вы думаете по поводу контейнеров, по поводу изменений с осколками, поддерживайте видос лайком, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны, нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые видосы, ну и напишите, пожалуйста, интересен ли вам был бы обзор вот этих вот замечательных пушек, Jigy Freeze, да, ну и нового устройства на Twins в ближайшее время. Если да, то я постараюсь это сделать. У меня на этом все, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!